Конфликт Израиль-Палестина. В эти дни разгорается очень серьезная ситуация на Ближнем Востоке. Вооруженные силы Хамаса прониклись с территории сектора Газа на территорию, контролируемую израильтянами. В рамках военной операции мы все были этому свидетелями, как они на мопедах, кто-то пешком пришел, кто-то в спортивных штанах, в шлепках пришлепал. Большинство из них не имели какого-то серьезного обмундирования, касок, бронежилетов. Кто-то вообще без оружия пришел. Некоторые приплыли на лодках, другие прилетели на дельтапланах, разрушили стену, которая разделяет сектор Газа с территорией, контролируемой Израилем. Захватили военную базу, на территории которой стоят и стояли уже различного рода броневики, военная техника стоимостью десятков миллионов долларов, разрушили стену, пробились через всю линию обороны Израиля, которую весь мир считал самой совершенной, самой сильной на всем этом свете. В эту стену вбухивали сотни, если не миллиарды долларов на различного рода видеокамеры, датчики свежения, индикаторы какие-то и тому подобное. Сотни и тысячи людей день и ночь сидели прямо, пялились в мониторы, пытались как-то уследить, заметить движущиеся цели. Даже зайца, сколько этих роликов было, даже заяц какой-то там, не знаю, собака бездомная пробегала, ее расстреливали. Там ничто не могло пройти, по сути дела. Как говорится, комар носа не подточит, муха не пролетит. Но мы увидели, стали свидетелями абсолютно беспрецедентного случая, когда десятки людей просто взяли в обычной гражданской одежде, в большинстве своем, не все, конечно, в шлепанцах, абсолютно неподготовленные, имеется в виду, в плане вооружения. Просто взяли, перешли границу, разломали стену, пригнали откуда-то бульдозер, разрушили эту хваленную всем этим миром стену, эту защиту, прилетели на дельтапланах, захватывали военные базы, захватывали заложники военных офицеров, генералов, прямо в их домах, по всей видимости, имея уже информацию, кто где живет и тому подобное. Естественно, это делалось с поддержкой Ирана, с поддержкой России. В этом я не имею никаких сомнений. Но весь миф о израильской армии, он разрушился, и это первое, что бросается в глаза. Не только нам, не только обычным обывателям, зрителям, которые наблюдают за всеми этими событиями, но в первую очередь самим жителям того региона, государством, которые окружают вот этот Израиль и Палестину, и которые на протяжении десятков лет точат зубы в отношении Израиля. И, естественно, у этого будут очень серьезные последствия, как для Израиля, но касаемо самого вот этого конфликта, он, скорее всего, выльется в нечто более глобальное. Не только в плане военном, я сейчас говорю не только сейчас о Третьей мировой войне, которая и так не за горами. Я сейчас говорю в плане политическом, потому что, как-никак, полтора миллиарда мусульман за этим наблюдают, и будет реакция. Россия, к сожалению, добилась очень многих результатов на этом поприще. Россия смогла поссорить мусульман, и так имевших хрупкий мир с Западом, и все это будет все больше и больше накаляться, и эскалация будет лишь только, к сожалению, усугубляться. В особенности сегодня при событиях, которые происходят в Украине, где сотни тысяч гражданских убиваются этой преступной Россией, где Россия оккупировала эти территории, и абсолютно ненужные сегодня той же Украине вещи сегодня происходят. Но об этом еще будем говорить. Мы, как я сказал первое, заметили, что нет так называемой хваленой израильской армии. Это все кануло в лету. На фоне этого я вспомнил, как говорили о России. До этого ее считали второй армией мира, потому что она себя такой позиционировала, у нее были вооружения и тому подобное до войны в Украине, до 24 февраля 2022 года. Но откуда это было? Дело в том, что Россия построила весь этот авторитет на борьбе с менее вооруженными народами, уничтожая их, подвергая бомбардировкам, как в Сирии, где она камни на камни не оставляла и до сих пор не оставляет, совершая геноцид сирийского народа, как в Грузии, как в Чечне, сегодня как в Украине. И, по крайней мере, на начальных этапах она считалась очень сильной армией в Украине. Сегодня весь этот миф развеет. И даже в той же Чечне в 1996 году огромную Россию, маленькая, дословно маленькая Чечня, заставила покинуть территорию Ичкерии и подписать Хасабюртовские соглашения в 1996 году. Мне это также напомнило ситуацию. Один случай в школе, в Грозном, это был межвоенный период между Первой и Второй Российско-Чеченской войной во времена Ичкерии. У нас в школе учился мальчик где-то на один или два класса старше, чем я. Он был крупного телосложения даже для своих одноклассников. И многие его, как это обычно бывает в школе, побаивались. Он мог себе позволить там кого-то толкнуть, да, были какие-то перепалки, но дело до драк редко доходило, потому что, во-первых, он выигрывал, он побеждал, плюс его как-то побаивались. И в один день на перемене он сцепился с каким-то мальчиком, который был, если не ошибаюсь, ниже моего класса, то есть он был младше меня. Этот старший, старшеклассник, ну, для нас это был старшеклассник, он схватил его за грудки этого пацана, вот этого, который ему достигал, может, в половину до груди, то есть вот маленький какой-то щупленький, хлюпленький паренек, ну, пацан. Я помню, как он, вот этот пацан, просто стоял, тот его держит за грудки и отвесил ему такую звонкую пощечину, очень сильную пощечину. Вы знаете, какой гул обычно стоит в школе, на переменах, в коридорах. Так вот все это затихло из-за этого звука. И все обернулись, посмотрели на этих двоих. Да, этот старшеклассник, он побил этого мальчика, но весь авторитет его, он был уничтожен. После этого многие пацаны, я помню, где-то задевали, плечом пытались задеть этого старшеклассника, как-то с ним начинали конфликтовать, чтобы попробовать свои силы. До этого они боялись его, побаивались, но здесь они поняли, что он, в принципе, обычный человек, что его тоже можно, если даже не победить, то как минимум его посадить на место. И многие с ним начали драться, как говорилось тогда, выйти за школу, где-то на лужайке, на травке где-то взять и побороться с ним, подраться. Да, он часто выигрывал, но он полностью потерял весь свой авторитет, какой у него был, только из-за вот этой одной звонкой пощечи. И сегодня то, что произошло в Израиле и в Палестине, это было именно то, что можно назвать звонкой пощечиной, когда люди, примерно первая волна была в количестве 60 человек, дословно оборванцы в шлепках, в спортивных штанах, прорывали хваленную всем этим миром израильскую линию обороны, выпустили около 2200 ракет, самодельных, кустарным образом произведенных, не новейших, таких, как обычно создает Россия и бьет по Украине, а обычных, каких-то в кустарных условиях созданной ракеты, железный купол абсолютно не справился, он был полностью развеян и захвачены были, как я сказал, много, множество офицеров, генералов, которые жили ближе к этой границе, потому что там было им ближе к работе, и не только это, сотни израильских солдат бросали оружие, бросали технику, убегали в панике, это показало всему этому миру, что израильская армия это лишь был раздутый миф, так же, как и российская армия, и в первую очередь это поняли те арабы, те мусульманские народы, которые живут вокруг этого региона, и это даст о себе знать в будущем. Второе, что я для себя отметил, очень важный, как по мне, момент, пусть меня, как я уже писал, кстати, в своем телеграм-канале, я эти моменты обсуждаю, можете перейти по ссылке в описании, в прикрепленном комментарии, посмотреть, я понял для себя, хотя и раньше так считал, что и весь этот мир сегодня, даже самые либеральные страны уяснили, что женщинам не место в силовых структурах и в какой-то наступательных отрядах в армии. Да, где-то на офисных работах, пожалуйста, почему бы нет, заниматься бумагами, связью, что очень немаловажно и тому подобное, но в силовых структурах абсолютно им делать нечего с оружием в руках. Много девушек, израильтянок, было на границе с этим сектором газа, они там постоянно служили, постоянно там дислоцировались, и эти девушки бросали оружие, прятались в подвалах, снимали с себя военную форму и в гражданке, в майках, извиняюсь, там, в трусах убегали оттуда плача, крича, сколько этих видео, сотен этих видеороликов, как вот эти израильские солдаты, парни, девушки паникуют и не знают, что делать, абсолютно они не были подготовленными, не только в плане внезапного вторжения, но и в плане духа, в плане подготовленности, они всегда по всей, как я уже понял, надеялись на вот этот раздутый миф о том, что их армия сильна, что у них есть беспилотники, что, в принципе, есть камеры, какие-то ночные, свежения, детекторы и тому подобное, то есть, они на это опирались, они не могли себе представить, что в реальном бою им придется воевать, и это показало всему этому миру, что ситуация очень разыгрывается, даже несмотря на то, что сегодня Израиль имеет все виды вооружения, которые даже не снились с палестинцем, ситуация разыгрывается не в его пользу. На короткий период времени он выиграет, у него будет преимущество, и в военном плане они сейчас разбомбят сектор газа, уничтожат сотни и тысячи, десятки тысяч палестинцев, это будет несомненно, но они потеряли весь авторитет, и в дальнейшей перспективе это с каждым годом, с каждым днем, если это вообще продлится на года, их ситуация все больше и больше будет усугубляться в плане репутационном, как минимум, а за этим следуют уже и какие-то де-факторные последствия. Вот эти два момента очень важные, которые нам показали, что из себя сегодня представляет израильская армия. следующий момент, который нужно отметить, который очень важен вообще для мусульманского мира, как я понял, и не только для мусульманского мира тех регионов, но и регионов, которые находятся сегодня под оккупацией Российской Федерации, то есть возьмем тот же Северный Кавказ, мусульмане, которые поддерживают Украину, ее в справедливой борьбе против российской агрессии, столкнулись с тем, что Украина решила поддержать оккупацию Палестины Израилем. Многие политики, высшее руководство Украины уже выступило с заявлением, назвало вообще саму борьбу палестинцев за независимость абсолютно необоснованной, сказали, что Израиль имеет право защищать свои почему-то территории, хотя весь этот мир, да и вообще ООН, Организация Объединенных Наций, считает Израиля оккупантом, то есть это международные нормы, это международная принятая резолюция, по которой считая оккупантом считается именно Израиль. И как мы знаем, если посмотреть старые карты, еще с 47-го года, с каждым годом Израиль все расширяется, 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 он появился в те годы, потом он захватывал все больше и больше территорий, и многие страны этого мира требуют от Израиля, чтобы он вернулся к границам 1967-го года, но Израиль отказывается, потому что с каждым годом он захватывает все больше и больше территорий, выселяет оттуда палестинцев, взрывает их дома, рушит, заливает бетоном какие-то водяные источники, чтобы у них не было ни питья, ни еды, постоянно блокирует сектор газа, не только с этой стороны, где выстраивается вот эта стена, но и со стороны моря, не позволяет туда проплывать судам с гуманитарной помощью и так далее, они находятся в гетто, сектор газа это современное гетто, такое же гетто, как какое было во времена Второй мировой войны в отношении угнетенных еврейских жителей и евреев со стороны нацистской преступной Германии. и на фоне всего этого мы видим, как мусульмане недоумевают, как это так, как Украина сегодня находящаяся под оккупацией, Украина, которая ежедневно сталкивается с несправедливостью со стороны России, поддерживает ровным счетом такую же оккупацию в отношении других народов. Это абсолютно непонятно. Я вижу, как многие украинцы, проживающие в Израиле, кричат, что, мол, вот мы здесь живем, здесь свобода, это не оккупация и тому подобное. Но, во-первых, это противоречит резолюции того же ООН, во-вторых, это все равно, что араб сегодня приедет в Крым, приедет сегодня в так называемый ДНР, ЛНР, в Мариуполь и скажет, что это российская территория, что там нормально живут люди и тому подобное, что местное население не преследуется и так далее. Но это же будет неправдой. Так, почему украинцы сегодня поддерживают Израиль против палестинцев, хотя весь этот мир знает и считает в том числе западные страны, что Израиль является оккупантом. Это задокументировано, это не мои слова, это не выдумки мусульман, это задокументировано резолюцией организаций объединенных наций, куда в свою очередь входит даже Украина. эти моменты они станут и уже становятся камнем преткновения в отношении мусульманского мира вообще к ситуации не только Израиль, Палестина, но и к ситуации в Украине. Недавно Зеленский ездил по мусульманским странам, пытался добиться поддержки и так далее. И он добился как минимум того, что мусульманские страны не стали помогать России против Украины. Но некоторые скажут, мол, вот, мусульманские страны и так нам не приносят никакую помощь и так далее. Хотя были и вооружения и тому подобные поставки, конечно, несравнимые с той помощью, которую Украина получает от Запада. Но все-таки. Но ведь дипломатия, она подразумевает не только добиться того, чтобы тебе помогали, но и того, чтобы кто-то не помогал хотя бы твоим врагам против тебя. И вот эти полтора миллиарда мусульман, подчеркиваю, полтора миллиарда мусульман сегодня недоумевают. И с каждым днем это все будет усугубляться. Сегодня готовится опять-таки наземная операция израильских войск на территории сектора газа. Там будут равнять все с землей, будут уничтожаться поселения. Мы уже видим, как взрываются жилые дома. И мы видим также реакцию украинцев в этих телеграм-каналах. Именно про украинских телеграм-каналах, стопроцентно про украинских телеграм-каналах, когда взрывают жилые дома, высотки многоэтажные с палестинцами на территории сектора газа. Украинцы радуются, украинцы ликуют. Как это так? Когда Россия целенаправленно бьет по жилым домам в Украине весь мир в том числе и мы справедливо это осуждаем, потому что это недопустимо. почему сегодня украинцы не понимают, что такое же горе сегодня происходит среди палестинского народа. Вот эти двойные стандарты, вот эта несправедливость, она, да, на короткий промежуток времени покажет, что это абсолютно никак не влияет, что это не беспокоит украинцев, что все будет хорошо, но в дальшей, долгосрочной перспективе это плохо скажется, очень плохо скажется, потому что если мусульманские страны сегодня начнут топить против Украины, а это их однозначно сейчас настроит еще больше, потому что Израиль начнет геноцид палестинского народа, точнее продолжение геноцида, которым он до сих пор занимался, и Украина, как мы видим, уже всецело поддерживает Израиль, и тогда Украина полностью останется без поддержки какой-либо со стороны мусульманских государств, и это не самое худшее, худшее это то, что мусульманские государства начнут сотрудничать с Россией, с Россией, которая является террористическим преступным государством. Все, вся украинская политика, она сегодня провалилась именно за счет вот пару вот этих слов. Они могли, украинские власти, могли это сделать в нейтральном ключе. Просто сказать, мы осуждаем насилие с обеих сторон, в чем проблема? Они же могли это сделать, но не сделали. Украинские вот эти телеграм-каналы, которые насчитывают сотни тысяч и миллионы подписчиков, которые ежедневно осуждают российскую агрессию, на которых мы, кстати, все подписаны, мусульмане того же Северного Кавказа, мусульмане Казахстана. Казахи сегодня недоумевают, как это так. Вот эти каналы украинские постят пропитанные ненавистью посты в отношении палестинцев с полной поддержкой израильских войск, улюлюкая, смеясь, радуясь, как убивают мужчин, женщин, детей палестинцев, вырезают, как израильские войска и обычные жители убивают мирных палестинцев, прям видеоролики их постят везде, мочатся на эти тела, пинают их, как тела палестинских детей, грудных младенцев лежат сегодня, вчера под руинами в секторе газа, все это постят и радуются этому украинцы. Сотни и тысячи комментариев. Но это не может остаться незамеченным. я уже не говорю о оскорблениях религии, которые сотнями и тысячами также наблюдаются в этих комментариях. Ислам оскорбляется, Аллаха оскорбляют, Мухаммада мир ему оскорбляют и оскорбляют жестким образом, матерят прямо сверху донизу. И как на это должны реагировать мусульмане Северного Кавказа, которые сегодня являются потенциальными будущими союзниками Украины. Многие начинают задаваться вопросом. За эти два дня вы просто не знаете внутренней кухни огромное количество мусульман начинает задаваться вопросом. И мы не можем себе такого сегодня позволить. Мы не можем себе сегодня взять и злорадствовать по поводу бедствия украинцев только потому, что Украина сегодня очень несправедливым, кощунственным дословно, по факту говоря, образом сегодня поступает в отношении Палестины и мусульман, и исламу в целом. Украина, которая в своем государстве насчитывает около двух миллионов мусульман. Ведь об этом все говорили и украинцы сами об этом говорили, что вот в Украине живут два миллиона мусульман и так далее. А как же с ними? Вы думаете, они с вами согласны? Нет, конечно. Вы думаете, крымские татары поддерживают сегодняшнюю политику, несправедливую, кощунственную политику Украины в оправдывании террора над палестинским народом. Одно дело, когда осуждают Россию, осуждают преступления вот этого Хамаса, который захватывал гражданских лиц, расстреливал направо, налево и так далее. Это одно дело. Это абсолютно недопустимо. Это все равно, что сегодня кавказцы где оккупируя свои территории будут убивать мирных русских, которые там проживают только потому, что они потенциально поддерживают оккупацию Северного Кавказа. Любой кавказец, который будет расстреливать, убивать целенаправленно мирных русских граждан российских, он является преступником. Любой кавказец. Также недопустимо, чтобы убивали мирных израильтян. Я четко, ясно стою на этих позициях. Это моя принципиальная позиция. Но оправдывает ли это террор со стороны Израиля в отношении палестинского народа? Можно ли теперь не поддерживать палестинцев и их борьбу за независимость? Ведь они борются на своих территориях. Это не израильские территории. Израиль там является оккупантом. Как это так получается? Что сегодня должны сказать крымские татары? Вы с ними вообще посоветовались? Вы вообще спросили у них мнение? А что должны делать остальные кавказцы, которые сегодня находятся на территории Украины, борются плечом к плечу с украинцами против общего врага? Я находился в Украине около восьми месяцев. Там погибли мои товарищи, мои друзья. Один из моих лучших друзей, будучи инвалидом, поехал туда, воевал, был одним из лучших специалистов в области аэроразведки, одним из лучших, я бы с уверенностью говорю, на всей территории Украины, потому что он является энтузиастом. Там получил ранение, которое сегодня невозможно излечить по части. Дополнительная инвалидность у него уже. И не получив никакой помощи практически от украинского государства, ни финансовой, ни медицинской. Не получив должного лечения, он был вынужден оттуда уехать. И он туда поехал бесплатно, чтобы вы знали. Я там был бесплатно. Большинство вот этих кавказцев, которые там сегодня воюют против России, они там бесплатно. Большинство. Не получают никакой поддержки от государства, ни финансовой, ни материальной. Никакой. Просто они являются энтузиастами, добровольцами. Как они должны на это реагировать? У меня есть знакомые украинцы, с которыми я общался, с которыми я сидел, чаи гонял. Некоторые из них общественные деятели, известные люди. Некоторые из них блогеры. То, что они сегодня говорят в своих телеграм-каналах, на своих площадках, это уму непостижимо. Как они оскорбляют ислам, как они оскорбляют религию, как они оскорбляют мусульман всех, не только Хамас. Здесь очень важно. Если бы там говорили, вот Хамас убивает там только мирных граждан, вот мы это осуждаем, но поддерживаем в принципе борьбу палестинского народа, это было бы одно. Но говорят, что все мусульмане такие сики, что вот их Аллах, как они говорят, такой сикой оскорбляют, матерятся. Это кроме того, что это тотальное невежество, люди просто не взяли, никогда книгу не почитали и не знают, что Аллах, Арадское Аллах слово, иудейское, еврейское слово Элохим или Элох, это одно и то же. Иисус, мир ему, говорил Элохим, это его язык арамейский. Он говорил Элох, это его язык арамейский. Это то же самое, что арабы говорят Аллах. Это семитские языки, арабы тоже семиты, кстати. Но это к слову о невежестве. Но как это говорят люди, которые со мной чаи гоняли и так далее, с мусульманами общались и тому подобное, как можно и как мы должны на это реагировать, как нам сегодня объяснять нашим людям, что Украину дальше нужно по справедливости поддерживать, ведь Россия является террористом и оккупантом. Как нам это объяснять? Ведь сегодня вот за эти два дня огромное количество людей недовольных пишут мне. А у меня большая аудитория. Это в Ютубе может там 80 тысяч подписчиков, но даже 80 тысяч для Северного Кавказа это большая аудитория. А ведь подписчики это одно просмотры и люди, которые просматривают это другое. Большинство людей, которые меня смотрят, это не мои подписчики. Те, которые ведут Ютуб-каналы, это знают, что по статистике большинство смотрят те, которые не подписаны на канал. Несколько миллионов людей, это вся Чечня, большинство Ингушетии, Дагестана, Северного Кавказа знают меня, смотрят меня, не только меня и других наших блогеров, которых по пальцам пересчитают. И вот в отношении всех нас сегодня за эти два дня идет огромная атака с вопросами, забрасывают, закидывают вопросами, как нам поступать, что нам делать, вот посмотри, что украинцы нам говорят, как они нас оскорбляют. И нет никакой абсолютно реакции со стороны украинских властей, со стороны тех же ведущих вот этих многомиллионных украинских каналов, со стороны политиков, чтобы пресечь эту антиисламскую, анти вот эту мусульманскую риторику, оскорбление и так далее. Вообще нет никакой реакции. Я уже не говорю о том, что поддерживают откровенного оккупанта Израиля. И поверьте мне, у этого будут последствия политические. За день, за два нет. Это сегодня, наверное, украинцы думают, а там мусульманский мир, мы особо там помощи никакой не видели, в основном нам помогает Запад, будем держаться Западом. Да, это так. но, как я сказал, то, что не помогают, это одно, но то, что не помогают полтора миллиарда мусульман, вообще людей против Украины, России, это уже результат. А что сейчас будет? Вы об этом задумались? Хотелось бы, чтобы что-то исправилось, хотя вряд ли что-то изменится, но, к сожалению, такая сегодня печальная ситуация, очень сложная, когда смотришь, с одной стороны мы видим Россию, мы видим преступные вот эти государства, которые поддерживают этот конфликт и скорее всего это я уверен, что это было с их подачи сделано и так далее. С другой стороны ты понимаешь, что палестинцы имеют право на свою борьбу за независимость и в то же время вроде как мы видим как мусульмане сегодня поддерживают Украину, но Украина оскорбляет мусульман, оскорбляет ислам, оскорбляет чувства верующих, оскорбляет вообще этические нормы, поддерживая беспорядочные бомбардировки, уничтожение жилых кварталов на территории Палестины, на территории сектора газа и так далее, называя это полноправной борьбой Израиля за свои территории, хотя это не территория Израиля, Израиль там является оккупантом. Я удивляюсь, когда дроны украинские летят на Москву и бьют по центру города, не по военным объектам, украинцы как-то не возмущаются по этому поводу, а наоборот радуются. А здесь в этом случае, когда палестинцы бьют по оккупанту, украинцы возмущаются и в то же время украинцы радуются, когда Израиль бьет по жилым кварталам оккупированной Палестины и убивают сотни и тысячи. Вот сегодня погибло около тысячи палестинцев, обычно гражданских, детей, мужчин, женщин, под заванами, разорванные тела и так далее. И как с этим быть? Я человек верующий, я верю в Бога, как и многие вы, как многие мусульмане, немусульмане, христиане, иудеи. Я верю, что Всевышний помогает в этой жизни, вознаграждает в будущей жизни за правильные поступки и наказывает за неправильные поступки, как в будущей, в предыдущей жизни, так и в нынешней. И справедливость Всевышний поддерживает, а несправедливость не поддерживает. Я боюсь, что сегодня вот эта несправедливость, которую мы наблюдаем, она аукнется в дальней перспективе. И если вы не верующий, тогда можете назвать это кармой, что тоже будет вот такая-то карма и абсолютно невиновные люди начнут страдать. Мне очень бы не хотелось, чтобы Россия на этом выиграла, а она выигрывает. Она сумела сделать то, чего мы все боялись. Она сумела сегодня настроить огромное количество мусульман, в том числе живущих на территории России и в том числе живущих на территории Украины против Украины. что с этим сделает сейчас украинская власть, это уже ее дело. Хотя я сомневаюсь, что что-то сделают. Но было бы мудрым с их стороны как-то на это отреагировать и как-то попытаться вывести все в правильное русло пресечь все эти атаки на мусульман, на ислам не только со стороны многих блогеров и так далее, но и со стороны обычных людей, которые в комментариях такое пишут. Я понимаю, что многие из них абсолютно не знают ни историю, ничего. Это как вчера чеченцев называли террористами в вере российской пропаганды, так и сегодня верят в то, что Израиль борется за какую-то справедливость тогда, когда он является откровенным оккупантом. Ну, поживем, увидим. Мы же, я в свою очередь, считаю обязательно, это я говорю сейчас своим подписчикам, жителям Северного Кавказа, что мы обязаны поддерживать Украину в ее справедливой борьбе за ее независимость, несмотря на то, что Украина сегодня поступает крайне несправедливо, не только потому, что это по факту оккупация со стороны России, но хотя бы из уважения к тем украинцам, которые поддерживают нас, нашей борьбе, даже если это только один украинец. Как минимум из уважения к этим людям, как минимум из уважения к тем, с кем я знаком или даже незнаком, которые были в прошлом либо в современном мире, современное в наше настоящее время, поддерживают борьбу против России, как минимум из уважения к ним, как минимум из уважения к тем, с кем я пил чаи, общался, улыбался, кому я ходил в гости на территорию в Украине, когда я там 8 месяцев находился, я себе не могу позволить злорадствовать по поводу преступлений со стороны России в отношении украинцев. Найдут ли сегодня украинцы в себе такое же мужество и справедливость отстаивать правду, даже если им это политически невыгодно, хотя я и так не считаю, ведь они могли бы нейтрально высказаться, и никакой проблемы бы им не было бы. Найдут ли они такое мужество и справедливость? Это уже другой вопрос. Этот вопрос мы оставим открытым. вопрос. Спасибо. Спасибо.